приветствую вас друзья с вами варчик в этом видео будет максимальное набрасывание крахмала на вентилятор этот видос грубо говоря это сборник разных новостей про которые мы поговорим от вас же попрошу только написать в комментариях что вы об этом думаете может быть там будут какие-то интересные идеи первое о чем мы поговорим это танки 11 уровня там на сайте новость которая обновляется с этим таймером обновиться 11 07 видим что уже промежутки между новостями увеличились а это значит что какую-то уже существенную часть новостей нам рассказали и последняя из них было о том что это был прям видос с танками 11 уровня как они там ездят стреляют танкуют но это был не игровой ролик это просто камера летала и снимала как эти танчики ездят и какие-то наигранные сценки отыгрывают там бою кладочка взорвалась там снарядики хита отбились и так далее во первых мы узнали все танки как они называются поскольку китайский танк не было непонятно что это итак у нас будет советский объект 452 к десятка натянутая на лобус а мбтб который очень давно там тестировался это тоже десятка натянутая на лобус китайский танк bz-70 какой-то новый непонятный 2 гусеничный очень крепкий такой с виду танчик судя по тому как нам видосе его показывали а также объект 279 у нас в игре есть 279 ранний а это будет просто объект 279 его немножко отдельно анонсировали и есть такая мысль о том что почему у нас два советских танка остальные будут как-то там в какой-то кучерявой прокачки где возможно будут какие-то сбросы прокачки веток и так далее и там как-то мы будем получать танки 11 уровня что-то там из кораблей подтянут какие-то механики но загадывать пока рано а вот объект 279 наверное самый такой интересный танк из этих всех и советских танчика у нас 2 ходит такое мнение что в новогодних коробках будет 279 и 279 золотой вполне себе логично как раз таки 22 января у нас будет релиз 11 уровня ну и логично что рядом у нас и коробки и все остальное я вообще не удивлюсь если у нас в новогодних коробках будут танки за конструкторское бюро 279 обычный и 279 золотой либо же просто 279 золотой посмотрим но его явно как-то немножко отдельно анонсируют и вроде как тут логично почему советских танков 2 также еще в видео мелькнул снаряд новый бронебойно-подкалиберный оперенный который быстрее летит чем наши обычные снаряды в эре а также лучше пробивает мы видим что он тут ягу там куда-то в рубку маску или чуть ли не в лд уничтожил полностью понятное дело что это просто видос снятый чтобы было красиво и эффектно но в любом случае продающий в своем видосе рассказывать что вот новый снаряд туда-сюда я честно говоря вообще не знаю зачем нам еще снаряд который лучше пробивает и быстрее летит поскольку это ускорение игры у нас в игре как сделано что разные типы снарядов у каких-то танков есть у каких-то нету этот снаряд но опять же можно сделать как угодно либо он будет у всех но ограниченное количество либо он определенных танков будет либо он будет голдой на 11 уровне грубо говоря танки 11 уровня могут быть просто десятками у которых есть голдовые снаряды бронебойно-подкалиберно оперенные которые быстрее летят лучше пробивают и у них есть скиллы которые нам тоже показывали то есть просто это десятки у которых есть бонусы от скиллов и бонусы в голде а так в целом это просто десятки но 11 уровень может быть такая задумка я надеюсь что этот новый снаряд во первых я не понимаю зачем он вообще нужен во вторых я надеюсь если он и будет все-таки его не добавят всем поскольку это точно ускорит игру а игра у нас и так слишком быстро к тому же там еще у нас в районе осени или зимы появится штурм сау в итоге вот это две новые вещи в игре как разработчики любят говорить две новые сущности которые убивают позиционные танки которые сдерживают направление которые сдерживают турбобои то есть штурм сау убивает танки которые на месте стоят позиционку и вот эти бронебойно-подкалиберно оперенные снаряды тоже будут сильнее пробивать танки в позиционках что нам вообще не надо поскольку пока танки в позиционках стоят сдерживают направление бой идет дольше адекватнее можно там подстроиться под тактику туда-сюда а если танки которые приехали на позицию им сразу далее люлей направление продавили вот вам уже и быстрый бой чего нам не надо также у нас еще есть легендарная семерка турнир чеки которые практически никто не смотрит здесь есть изменения которые наконец-то произошли а именно награды за просмотр трансляции раньше вы смотрели стрим на турнир чеки и в боксе как вам там выпадали какие-то непонятные рандомные штуки чаще всего это были либо танки в аренду либо инструкции смотришь ты там час или два и получаешь инструкцию и думаешь нафига такая народа мне нужно сейчас поменялось тут у нас есть стримеры у которых есть возможность на трансляции получать баллы и за эти баллы потом уже за жетоны на складе там есть поставки из тыла туда заходите там ваши жетоны за них можно будет выбирать товары у нас есть тут 50 тысяч кредитов инструкции там разные по одной штучке один день прямо 5 демонтажных наборов два танка в аренду на 7 дней и су-152 к и объект 274 а резервы к опыту резервы к свободке опыту экипажа бланк переподготовки и резервы к серебру что прискорбно их можно взять только один раз и стоят они немало в жетонах также у нас есть 2d стиле учебные брошюрки 14 дней прямо один раз можно взять когда ты берешь один день прямо это стоит два жетона три раза можно взять когда-то берешь 14 дней один раз можно взять это стоит 14 жетонов что дешевле получается но это надо прям аж 14 сразу на собирать даже если универсальное руководство 30 дней прям аккаунта вообще 20 жетонов стоит то есть если вы тут прям аккаунт собираетесь брать то выгоднее всего брать сразу 30 дней но это накопить аж 20 жетонов персональное учебное пособие получается у нас в день можно фармить 5 жетонов поскольку за просмотр на одном стриме можно максимум получить 5 дропсов или 5 боксов смотря где вы смотрите то есть это 5 жетонов чтобы нафармить 20 допустим жетонов это нужно четыре дня посмотреть и каждый день пять раз по 90 минут это прям жесть не сказал бы что награды какие-то легендарные или офигеть какие огромные но если вы просто смотрите то потом бонусом можете хоть что-то полезно для себя сами выбрать там или немного серебра или резервы к серебру ледни према а остальной мусорник который почти никому нафиг не нужен можно и обойти стороной это то что и требовалось чтобы люди сами выбирали доходе на рады прям не супер легендарные но до этого было то же самое только вы еще и не выбирали что вы получите а тут хотя бы есть смысл взять что-то себе нужное сомневаюсь что это прям сильно как-то увеличить онлайн и на этих трансляциях но посмотрим как там разработчики говорили мне кажется 2 миллиона постоянных игроков каждый месяц заходит поиграть хотя бы разочек и онлайн и по 300 тысяч в игре только отчета на просмотре трансляции по несколько тысяч там максимум смотрит это типа 1 2 процента игроков которые играют в игру смотрят эти турниры соответственно они на хрен никому не нужны примерно 90 процентов игроков вообще эти турниры не замечают очень успешные турниры по ходу но вот если посмотреть на онлайн и у стримеров там ситуация лучше если все сложить в кучу всех стримеров и сам стрим от лесты то какой-то там онлайн набирается но этого все равно маловато мне почему-то кажется что не слишком турниры эти популярные в принципе если там какие-нибудь 13 миллионов разделить на 400 рублей то это тридцать две тысячи пятьсот при том что эти наборы можно по несколько раз покупать насколько я понимаю то есть можно округлить хотя бы там 30000 то есть 30000 игроков заметили эти турниры поучаствовали купив эти вот наборчики там со стилями так далее это я не знаю может там кто-то накупает сотнями эти наборы не знаю зачем в общем и целом 30000 человек закупились этими наборами примерно и рядом смотрим на цифру 2 миллиона который там каждый месяц типа в игру играют 2 миллиона 30000 какие-то цифры прям несопоставимые это как будто бы просто капля в море понятное дело что донатит маленькое количество игроков по сравнению с общей массой может быть там дай бог процентов 20 донатит остальные просто играют без донат 20 процентов от 2 миллионов это 400 тысяч 30 тысяч от 400 тысяч это как там маловато то есть это семь с половиной процентов донатящей аудитории заметили эти турниры короче к чему я веду не интересные непопулярные турниры эти мне так кажется да они стали намного смотрибильнее чем было а если что-то непопулярное это не особо не смотрят хоть и на это тратится много ресурсов на развитие на продвижение то но рано или поздно загнется и опять есть такой вариант что не через сколько там лет скажут что типа ну не вышло оно не окупается рекламы там нет никто там из рекламодателей не идет заказывать рекламу там где никто ничего не смотрит есть вариант что она опять загнется может быть так и будут поддерживать на плаву но тут либо разработчики в интервью циферки свои завысили онлайнов которые они там себе на придумывали но в любом случае я вот на турнирах больших онлайнов не вижу вот у стримеров там допустим у левшие турнир чака намного больше смотрит прям заметно больше а это потому что во первых репутацию разработчиков они сами себе портят то там то тут сами виноваты что они очень сильно отдалены от простых игроков и абсолютно не понимают их их беды в игре ну а также нет никакой нормальной интеграции в клиент игры чтобы люди заметили эти турниры поскольку большая часть игроков очень слабо следят за новостями и обычно замечают что-то когда уже что-то произошло и потом такие типа что это вообще в общем и целом есть над чем работать и дальше как минимум интегрировать в клиент хоть какую-то где-то новость что вот идет вот посмотрите сейчас в игру заходишь где этот турнир и вообще где надо зайти на сайт а что так много людей туда заходит хоть вы их всеми путями туда затягиваете хотя вот баннер легендарная семерка в лаунчере прям большую часть лаунчера занимает и при этом при всем люди все равно не идут смотреть по моим ощущениям вообще хоть какая-то популярность у этих турниров есть только благодаря стримерам что они в этом участвуют и стримят если бы стримеры своей популярностью не поднимали ажиотаж на таких турнирах я думаю они вообще прям нулевые онлайны имели бы но и к слову сама игра очень странно что в ней вообще есть киберспорт на мой взгляд она не подготовлена под киберспорт как минимум карты очень смешные для киберспорта когда респы дисбаланс на какой киберспорт вообще я не понимаю я уже молчу про сам баланс танков в общем и стрельба так-то вбр зависимая да там типа скилл решает но все равно это смотрится смешно в общем и целом как я и обещал крахмала на вентилятор накидал можете свое мнение писать в комментариях сам бы варчик рать красиво подписывайтесь ставьте лайки всем удачи и пока субтитры сделал DimaTorzok и Субтитры сделал DimaTorzok